В 1981 году Джой Свифт изобрел интерактивные «Выходные с убийствами», в которых гости отеля собираются, чтобы стать свидетелями одного или несколькими вымышленных убийств, следовать подсказкам и выслеживать убийцу. Идея играть в детектива остается популярной, но с тех пор игры меняются все более странными способами. Многим пришлось по вкусу трехдневное обучение воина Чингисхана в Монголии. К счастью, эта игра позволяет избежать массового убийства, а сосредоточена на более продуктивной деятельности. Среди навыков, полученных в дикой природе, вас научат стрелять из лука стоя и верхом на лошади и как жить в традиционном монгольском шатре. Овладеете приемами борьбы монгольского воина, а также научитесь разжигать несколько костров за один раз, это помогает сбить с толку врага, и пользоваться монгольским оружием. Все это за 72 часа. С каждым занятием будет более понятно, что значит быть монгольским воином. Топ самых странных музеев со всего мира, посещение которых не входит в планы нормального человека игры проходит в США и основываются на бестселлерах немецкого писателя Карла Мия 19 века о Диком Западе. В 1960-х годах фильмы, в которых снялся его вымышленный воин Апач, стали классикой. 40 тысяч фанатов приезжают в выходных на Пау-Вау. Их привлекает идея образа жизни, назад к основам, они разыгрывают свою несколько романтическую версию традиционной индейской культуры, хотя и с лучшей едой. 10 самых разочаровывающих достопримечательностей со всего мира Если перспектива посещения Помпеи или Парфенона кажется слишком очевидной, стоит подумать о совершенно нетрадиционных современных руинах в Чернобыльском ядерном реакторе номер 4. Нет, вам не нужно будет упаковывать счетчик Гейгера. Сцена самой страшной ядерной катастрофы в мире теперь находится под блестящей стальной аркой, которую спроектировали французы и весит 36 тысяч тонн. Сергей Мирный был одним из ученых, ответственных в 1986 году за радиационную разведку и мониторинг на площадке. Сегодня он организует поездки, которые можно забронировать по всему миру, от одного дня до недели. Он доставляет посетителей на реакторную площадку, в город Чернобыль и в зону отчуждения площадью 2600 кварталов. КМ, которая, как это ни парадоксально, непреднамеренно стала чем-то вроде природного заповедника в отсутствие людей. Сергей твердо верит, что Чернобыль уже не опасен. Топ самых креативных скамеек со всего мира Самое гламурное время можно провести на пляже. И не пакуйте купальный костюм. У вас будет хвост русалки. В Соединенных Штатах появилось увлечение игрой в русалочку, благодаря фильму. Самые модные, красочно выполненные на заказ хвосты для русалок и амфибий, с силиконовыми чешуйками и плавниками причудливой формы, могут стоить 1500 долларов или больше. И прежде чем отправиться в океан, вам понадобится тренировка. В Испании, Японии и Мексике существуют школы для русалок. В школу принимают людей любого возраста и после недельных занятий вы можете делать все, что делают русалки, а благодаря хвосту плавание становится веселым и намного быстрее. Марафон де Сабле сможет оказаться слишком невыносимым для большинства людей. Этот шестидневный, 251-километровый ультрамарафон по пустыне Сахара в южной части Марокко был назван самым жестким футрасом на Земле. Любой может заплатить 4,8 тысячных доллара США вступительный взнос в 2019 году, чтобы выдержать пытки, такие как пробег 80 километров плюс почти двойной марафон, за один день. Это возможность провести время в пустыне. Никаких отвлекающих факторов, никаких телефонов, никаких электронных писем. На таком марафоне оказаться можно где угодно, в пустынной местности вас могут преследовать собаки и другие обитатели окружающего мира. Участники должны иметь при себе всю еду и оборудование. Бегать придется с рюкзаком, наполненным более чем 20 полными бутылками воды. Этот марафон неумолимый, требовательный, вдохновляющий, изменяющий жизнь человека. До недавнего времени суровый и негостеприимный седьмой континент был в значительной степени недоступен. Но теперь, следуя строгим экологическим нормам, туристы могут путешествовать на экспедиционных судах, плавая по айсбергам и ледникам, чтобы увидеть редко встречающиеся достопримечательности. Что не без сюрпризов, столетний рейс, повторяющий шаги антарктической экспедиции 1914 года, застрял во льду на неделю, и 52 человека пришлось перебрасывать вертолетом на льдину возле ледокола «Арора Астролиз», который пытался, но не смог прорваться к застрявшему кораблю. Именно японский миллиардер готовится к самой диковинной поездки, которая, вероятно, также является самой опасной. Юсаку Маидзава купил рейс на ракету «Тесла» и спасек из «Тайкун» Илон Маск «Биг Фалкон» для себя и 6-8 гостей за 69 миллионов евро. Он должен отправиться в 2023 году в первое в мире путешествие вокруг Луны.